Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Перед началом очередного выпуска хочу выразить благодарность за донаты со стороны подписчиков. Владиславу за 500 рублей, Кабани и донат, отличные разборы, написал он сообщение. И Алексею за 50 рублей, замечательные обзоры и прекрасно поставленная дикция. Спасибо за поддержку. А сегодня мы разберем партию Анатолия Карпова против Гарри Каспарова, 47-ю партию матча на первенство мира 1985 года. В этой партии Карпов играл белыми и начал игру ходом конь f3. Черный отвечает конь f6, белый захватывает центральное поле d5, черный отвечает e6, намекая на переход либо ферзевый гамбит, либо если белый сыграет d4, то у черных также есть возможность перейти в новоиндийскую защиту ходом b6. Итак, Карпов устанавливает пешку в центре, черный отвечает d5, берут под контроль центральное поле e4. Следуют развивающие ходы конь c3, Каспарова укрепляет центр, Карпов связывает вражеского коня. Далее черный развивает фигуру на поле d7, берут под контроль центральное поле e5, белый открывает дорогу для развития белопольного слона и Каспаров переходит в Кембридж. Спринтский вариант связывает вражеского коня, угрожает прыгнуть этим конем на поле e4 и как минимум получить преимущество двух слонов, а также создать белым угрозы на поле c3. Этот вариант Каспаров применил впервые в жизни и неудивительно, что Анатолий Карпов совершенно не был к нему готов. Итак, здесь белый меняется на поле d5, черный забирает конем, угрожает взятие на c3, поэтому белый защищается ходом ферзь d2. И здесь Каспаров избирает редкое продолжение конь b6, вариант Бекера. И вот что претендент написал по поводу этого продолжения в комментариях к партии. Реальная сила этого старинного хода Бекера сомнительна, поскольку он позволяет белым с помощью жертвы пешки получить прекрасную позицию. Зато в данном конкретном случае он очень силен с психологической точки зрения. Карпов никогда не любил жертвовать пешку за компенсацию, а тем более в такой момент матча. А я напомню, что перед 47 партией матча Карпов ввел в счете 5-1 и ему оставалось нанести завершающий удар. Каспаров имел ввиду вариант с ходом слон d3. В этом варианте черный забирает на c3, ферзем брать нельзя из-за ответного сомн b4 с выигрышем ферзя. Белым приходится забирать пешкой и вот здесь черный нападает на пехотинца на поле c3. Непонятно, как этого пехотинца защищает, но у белых есть возможность рокировкой в короткую сторону и жертвой пешки захватить инициативу. Они имеют открытые линии, возможность с темпом нападать на вражеские фигуры. Черные отстали серьезно в развитии, у них еще ни один, ни второй слон не развитый, король в центре. Так что компенсации у белых вполне достаточная за жертву пехотинца. Но Карпов решил сыграть покрепче. Он поменялся на поле d5, идет на размен ферзей. Каспаров меняет ферзей и дальше забирает пешкой на поле d5. Сформировалась карлсбадская пешечная структура. Здесь белый развивает слона на поле d3 и черный отвечает a5. Учитывая то, что в подобных структурах белый часто переводят коня на поле c5, черный захватывает пространство на ферзьевом фланге, во-первых. А во-вторых, хотят пойти a4 и отнять у белого коня клетку b3. Здесь Карпов отвечает a4. Многие комментаторы критиковали это продолжение, поскольку оно приводит к ослаблению поля b4. С другой стороны, белые могут в дальнейшем сыграть b3, отнимая у коня поля c4 и попробовать продвинуть пешки в центре f3 и e4. Итак, в данной ситуации Гарри играет слон b4, связывает вражеского коня. Еще один недостаток хода a4 в том, что теперь нельзя рокировать в короткую сторону из-за потери коня. Приходится королю оставаться в центре. Карпов сыграл король e2, черные решают проблему с развитием белопольного слона, могут осуществить так называемый маневр Савелия Тартаковера. Отбытие в дальние края для того, чтобы поменять своего условно плохого слона, который ограничен белыми пешками, ну точнее пешками расположенными на белых полях, на условно хорошего слона белых. Итак, Анатолий Евгеньевич защищается от шаха движением пешки f, слон отступает и белый захватывает пространство на королевском фланге. Поскольку черный король скорее всего уйдет в короткую рокировку, белые могут приступить к пешечному штурму королевской крепости. Каспаров рокировал, белые сыграли g4, слон отступает на g6 и белый отнимает у черного коня клетку c4. Происходит размен на поле d3 и продолжение ладья e8. Таким образом, в позиции белых образовалась отсталая и следовательно слабая пешка на поле e3. Но более существенным фактором позиции становится то обстоятельство, что белый король застрял в центре и у черных есть возможность этот центр вскрыть продвижением пешки c. Карпов якобы препятствует ходу c5, устанавливает ладью на полоткрытую линию, но Каспаров жертвует пехотинца, продвигая его вперед. Выясняется, что на взятие на поле c5 черный просто отступает конем на поле d7 и затем забирает фигурой на поле c5, скрывая положение, скрывая линии и подбираясь к белому королю. Лучше всего было здесь сыграть ладья c2 для того, чтобы консолидировать позицию при случае сдвоиться по открытой линии и позиция приобретала примерно равное очертание. Ход слоны f4 немного слабее. Черный теперь играет ладья c8, защищает дополнительно пешку на поле c5. Карпов все-таки меняется на c5, черный играет конь d7. И в этой ситуации нужно было сыграть слон d6, защищая пешку на c5. Если черный забирает на c5, тогда белые меняют фигурки и королю становится немножко легче в этой ситуации. То есть на конь c5 происходит размена c5, затем ладья е1, белые могут держаться. Но Карпов пошел c6. Также типовой прием. Белые таким образом хотят закрыть линии, но у черных появляется другая возможность. Они образуют висячие пешки, и эти пешки имеют динамический потенциал. Этими пешками можно в последующем вскрывать положение в центре, где находится вражеский король. Карпов отвечает ладья d1, черный выписывает шаг к королю, король уходит. И здесь следует ход f6. Каспаров хочет поставить ладью на поле d8, поддерживая свои висячие пешки сзади. Но ему, видимо, не нравился ответный ход слон e5. Белый переводит слона на большую диагональ. Поэтому он предварительно сыграл f6. Кроме всего прочего, образуя форточку для своего короля. Белый маневрирует. У них нет активного плана игры. Черный нападает на слона, угрожает испортить пешечную структуру. Карпов уводит слона на g3. Каспаров отвечает ладья d8. Здесь белый строит окопы. Отводят слона на поле f2. Но черный приступает к движению висячими пешками вперед. Положение белых становится критическим, поскольку все время угрожает скрытие игры ходом c4. И непонятно, как от этого защищаться. Карпов возвращает коня на поле d2. Но Каспаров проводит прорыв c4. Происходит взятие на c4 и ход конь c5. Черный не спешат закрывать линию c, нападая на изолированную пешку a4. Здесь нужно сказать, что нельзя белым брать на d5, поскольку будет вскрытое нападение на короля. И черный просто выигрывает фигуру. Либо на поле f2, либо на поле d2. Поэтому Карпов отвечает e4 с идеей пробить на поле d5. И таким образом закупорить позицию собственными пешками. Но Каспаров отвечает d4. Теперь он может вбить клин в позицию белых, сыграть d3, напасть на короля. Нужно было здесь сыграть ладья a1, белым защищая пешку на a4. После хода d3 король может отступить. У черных есть возможность выиграть качество. То есть они заберут на поле d2, затем дадут вилку. Выигрывает качество. Но все-таки есть какие-то шансы у белых практически. У них две пешки. Пешка на d3 изолирована. Ее можно выиграть. В общем здесь еще можно белыми сопротивляться. Но вот ходом конь b1 Карпов практически подписывает капитуляцию. Поскольку теперь черный нападает на короля. И после отступления короля играет d2. И уже на 32 ходу Анатолий Евгеньевич Карпов признал себя побежденным. Так как на отступление атакованной ладьи черный продолжает шахом. Выигрывает фигуру. И соответственно у белых никакой компенсации за это нет. Они проигрывают. Итак в данной партии был разыгран ферзевый гамбит. Каспаров применил кембрид спринтский вариант. К которому Анатолий Карпов был не вполне готов. В дальнейшем Карпов ослабил серьезно поле b4. Белый король застрял в центре. И черные в миттельшпиле виртуозно использовали это обстоятельство. Вскрыли позицию. Провели подрыв пешечного центра белых ходом c5. И подобрались к белому королю. Если вам понравилась эта партия. Ставьте лайки. Подписывайтесь на обновление канала. Нажимайте на колокольчик. Пишите комментарии. И до скорых встреч.